Доброе-доброе утро, мои дорогие ребята! Видео у меня ещё выпускается немножко с юга. Ну а я... Нет, я не расслабляюсь. Я записываю также для вас видео. Вчера опять монтировала. Опять снимала. Мы даже с Фианой сходили в магазин. Я во всём чистенько. С поезда, наконец-то. Ну, правда, я и вчера была во всём чистенько. Но платье-то удобненькое, как я люблю. Всё. Практически всё вчера перестирала. Вот чуть-чуть осталось. Но уж в ночь-то я не стала ставить машинку стиральную. Ну, потому что... Потому что... Потому что и... Мы спим. И люди-то должны тоже отдыхать. У меня, при том, что у мамы комната маленькая, находится... Ну, прямо вот стена-стена в ванну. И она говорит, вот люди, которые стирают ночью, я понимаю, что они экономят. Но... А других-то вы думаете, да? Там человек уже в возрасте. Ну... И это все звуки вот эти посторонние очень сильно мешают. У меня вот комната далеко от ванны. И иногда слышно, как у соседей работает машинка. Ну, так как я... Мне главное уснуть, и я сплю как... Пока сплю хорошо, замечательно. Поэтому... Я не мешаю людям. Я не ставлю ночью стиральной машинке. Потому что я знаю, что некоторые люди могут не спать. Ладно. Дело о таком. Ребята, у меня кофе. И этот чербет я привезла с юга. Ну, Яна говорит, что-то в этом году он не такой. Ну, я не знаю. Я его сама не делаю. Ну, значит, в следующем году не привезу. Ничего, честно. Никаких больших подарков я оттуда не везу. Вообще, во-первых, это и тяжело. Не вина. И раньше еще вино какое-то. Давно-давно там привозила. Ну, что-то вино уже... У нас же нет нижней, да, вина-то? Вино привозила. Потом какие-то ракушки. Сейчас я ничем не захламляю вот этим. Вот один магнит привезла родителям. Такую вот. Ну, как бы она называется... Ну, забыла, в общем, как называется. Как иероглиф в форме долголетия. Ну, сейчас я, может, покажу. Досочки, фигосочки. Все это, вот это вроде как бы такой иероглиф я привезла родителям. Я нам всем повешу исполнение желаний. Будем ходить и загадывать. Надо долголетие. Это иероглиф, символ здоровья, долгих лет жизни. Один из самых популярных иероглифов. Принято его дарить людям с пожеланием долгих. Это символ можно разместить в секторе здоровья или в спальне. В общем, вот. Вот такой я родителям привезла. Потому что, мам, ну, не еду, ничего я не везла. Ну, просто, ну, зачем все это у нас? Вот и говорю, сербет привезла. Я говорю, он не такой. Ну, ладно. Ну, ну, привезла около килограмма. Ну, чуть-чуть поменьше. Я говорю, может, позже обезли ее. Ладно. Ой, девчонки, мальчишки, о чем я хотела. Опять уже наболтала. Что-то еще такую тему хотел важную затронуть. Ну, естественно, я вчера все успела. Я вчера успела и белье постирать. Готовить мы с Янами не готовили. Я прибежала, говорю, хочу макарон быстро. Варилась тушенкой. Миша тоже это ел. Пиццу им купил в честь своего прибытия. Постирала. Видео помонтировала, естественно. Ну, залезла, залезла. А там что творится-то? На ютубе, на ютубе. Все блогеры по прошайке. Я не боюсь этого слова сказать. Ну, которые работают блогерами. Которые прям, ну, удачные, удачные, удачные. Вот, могу сказать. Которым прям, ух, так и прет, так и прет. Нашли волшебное слово, чтобы им больше подавали. Я теперь тоже буду этим словом волшебным пользоваться. Но не в плане подачи. Меня когда-то стыдили, что я прошу смотреть мои видео. Че, че это я? Я говорю, что мне не стыдно, да. Ребят, спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы терпеливы. Если я вам не отвечаю на комментарии. Я не всегда успеваю. И также прошу смотреть мои видео. Знаете, как я прошу? Я очень сильно прошу вам. Желаю вам всего хорошего. Прошу, прошу, прошу смотреть мои видео. И вам это тоже вернется в стократном размере. Пусть что хотите, то сбывается. Но я не прошу денег. А прошу смотреть мои видео. И желаю вам всего доброго. И пусть то, что желаете вы, вернется ко мне. Что я желаю вам. И то, что желаете вы, вернется к нам ко всем в стократном размере. Я вам желаю всего хорошего, добра, денег побольше, здоровья, здоровья, здоровья. А блогеры по прошайке. У них маленькая другая схема. Мошенничество. Но они же блогеры. Как же? Как же? За границей так и принято. Донатить, донатить, донатить. Что в этом плохого? Ну ничего. Все хорошее. Все, 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 все хорошо. Если вы мне задонатите 3 рубля, к вам вернется в стократном размере. Во какой ход. Представляете? И там они берут, учатся, учатся. Они ходят на познавательные каналы блогеров, миллионников. Где они знают, как просить, как стоять на коленях. Ну там же, там же детей, допустим, много их надо кормить. Вот Рожаль-то, наверное, как их называют, там даже имя, имя этим, почитателям блогеров Прошаик называют хомяками. Которые от последней, от своей пенсии отрывают, чтобы купить, чтобы мама сделала себе ногти. Или мама заплатила за машинку. И вот все вот эти блогеры, которые чуть-чуть не дотягивают до блогеров-миллионников, но они ученики, ученики, вот те же самые слова, они начинают, ну, вернется, вернется. Все, вам вернется, пошлите мне 3 рубля. Ну, пошлите мне на суши и роллы. А что вы мне не шлете-то? А еще они начинают ругаться, если вы ими не шлете. Да, я вчера все узнала. Они так, так это прям, и оказывается, и зрители-то у них плохие, потому что не шлют. А блогеры-то еще ничего зарабатывают. По меркам тех, кто сидят в интернете и смотрят их. Как хочется вкусной, красивой жизни. А я вот доедаю за тем, что дети не дают. Я куплю киллечки за 170 рублей. Рыбку я поела красненькую на юге. А на суши и ролла я сама заработаю. Да я ей, говорит, сейчас раньше сильно прям умирала, хотела. Единственное, что я хочу как-нибудь рассказать, вот этот дог, какой-то, типа хот-дог. Помните, у меня был как типа торта? 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 Какая разница? Главное, вы меня поняли. И желаю вам всего-всего самого лучшего. Что желаете мы? Вы, вам тоже все вернется в стократном размере. Жизнь продолжается. Как хорошо, что мне сегодня еще не на работу. Но мой вот последний поезд отбил мне все желание ездить туда. Я уже правда подумаю, как у меня мама с папой в санаторий, где есть бассейн. Ну ладно, это все заботится, конечно. Все плохое остается в прошлом. Вам всего хорошего. Ну, кто понял мою речь, неправильно или правильно, все равно всем всего добра. Бабла, ваша Наташа. Пока-пока, чему-чему.